Добрый день дорогие друзья вас приветствует Виталий Ерофеев на канале чувство знания я вновь рад вас видеть я прошу вас сегодня уделить немножко внимания моему видео так как я буду продолжать тему которую как бы закончил творческом человеке но остались недосказанности которые мне бы хотелось сегодня проговорить для вас и сделать такое видео небольшой фрагмент по скриптум темы творческого человека поэтому я приглашаю вас немножко немножко со мной поразмышлять мы с вами увидели вот такое большое большое построение признаков творческого человека о которых можно говорить бесконечно долго но хотелось бы мне отметить следующая важная вещь о том что любой из этих признаков дает вам возможность реализовать свои творческие таланты поэтому вот эти вещи которые имеют признаки присутствия творца в вашем мире мы могли бы увидеть в себе поискать их себе поэтому приглашаю вас к этому небольшому такому внутреннему диалогу со мной заочному возможно вы какие-то мысли выскажите заочно или поделитесь со мной в комментариях я надеюсь и мы таким образом мы найдем какое-то и решение какую мне сторону двигаться что вам интересно я готов с удовольствием вам об этом рассказать в будущих видео поэтому пожалуйста делайте комментарии и вот на днях я услышал такую интересную мысль как конфуция он считал что люди больше внимания больше интерес проявляет красоте а не к добру и к сожалению нам приходится это выражение считать более актуальным современному миру предыдущее видео закончилось вот на этом последнем пункте что мы способны создать свой собственный творческий мир каждый из нас вы я мы являемся творением то есть миром соответственно мы это подразумевает из предыдущих видео которые рассказывал о адами венце творения то есть над каждым из нас имеется некий венец начала который дает нам жизнь и в то же время у каждого из нас имеется окончание окончание этой жизни небытие так вот об этом мире мы сейчас и будем с вами говорить то есть о самих себе при теперь мы то что я говорил отвлеченно как бы за пределами нашего сознания вот эту тему которую развивал теперь мы ее относим уже непосредственно к себе так как мы считаемся каждый из нас это сотворенным миром из того видео мы возьмем вот это все что я там написал я возьму что все написал и изображу это ствол как бы да вот это все что там было сказано мы можем разделить на какие-то там части наш внутренний мир из которого мы можем что-то вырастить и и имеется ввиду что те способности признаки которые у нас есть находятся в этом дереве но мы о них не знаем поэтому мы предполагаем что если привить к этому дереву какую-то культуру то соответственно на дереве начнет расти какая-то часть если к этой части привить культуру но мы не знаем какой часть находятся те признаки поэтому мы методом исключения методом тыка как говорится начинаем прививать к культуру то есть каждый из нас является вот такой культурный культурный прививкой к дереву мира понимаете то есть не надо видеть себя в зеркале или видеть себя в жизни по отношению к другим людям так как соотносить себя как я почему не такой или почему я не такая красивая не такой и такой умный или не такой успешный и так далее потому что мы каждый из нас является маленькой прививочкой культурный прививочкой к миру вот такой прививочкой вот такой картину у нас в голове нет ни у кого разумеется но мы не считаем себя ниже кого-то или выше кого-то мы считаем себя уникальными у всех у вас есть недостаток о чем я говорил то есть о том что у творческого человека имеется изъян у всех у нас имеется изъян то есть это безусловное безусловное наличие признака у всех людей даже у тех людей которых мы сегодня считаем красивыми успешными ведь вроде бы все комфортно все замечательно мы пространству уже не боимся мы ничего времени временем даже управляем практически но появляется чувство страха это значит наш внутренний мир оказался где он оказался как я вам тогда показывал на этот про этот листочек наш внутренний мир оказался в таком состоянии одномерности то есть внутреннее состояние у нас оказалось от и до с точки а с точки б по прямой линии работает мышление у нас осталось линейным мышление линейное соответственно наш мир вот эта веточка начинает беспокоиться нас беспокоит что моральные и нравственные законы благодаря которым мы существуем в гармонии с пространством и временем могут быть нарушены кем? нами же нарушены нашими поступками и нашим деятельностью во времени и пространстве то есть если в предыдущем виде я говорил о том что моральные законы это прерогатива как бы мужская внешняя граница а женские законы прерогатива самосознание нравственности то современный мир говорит нам совершенно другое внутри нас пространство и время не едины и это возникновение не единства из-за перемещения законов моральных и нравственных в пространстве и времени из-за внешнего движения мужчин и женщин в нашем мире образуются те товарищи которых на которых я рассказывал как не быть рабочим человеком и как не быть слугой человека то есть внутри моего мира появляется рабочий и слуга а соответственно у них появляется господин и хозяин или в другом случае можно назвать ум и сознание и что нам происходит с этими двумя товарищами со сознанием и самосознанием которые являются соответственно рабочим и слугой ума и сознания моего теряемся мы начинаем испытывать стресс от того что мы начинаем узнавать закон не как бы невольно то есть мы не хотим его узнать этот закон а соблюдать готовый закон но мы не хотим его узнать а тут нам приходится узнавать закон потому что он находится внутри меня и по этим законам рабочий и слуга мой начинают как бы работать и служить но так как рабочие и слуга заработали и заслужили время и пространство они должны где-то его реализовать и вот этот интересный момент мне его хотелось как бы на нем остановиться вот какая-то красная ручка это синяя ручка два маркера так и две моих руки правая и левая так вот рабочий и слуга имеет возможность реализовать свое свое свободное пространство которое он заработал и заслужил независимое время где он реализует с помощью вот этих рук в мире в мире реализует то есть мои руки фактически является продолжением вот отношений и связей между рабочим и служащим в мире то есть это главный инструмент чей ремесленника и вот на свободе вот в этом свободном пространстве независимом времени которые они заслужили во мне мои руки начинают творить потому что это наш внутренний мир наша прививка которую мы должны развивать чтобы вот этой веточки вот растет она веточка из нее начали росточки вести и тут листочки образовываются изменяется тогда мышление из прямолинейного одномерного мира мышление начинает становиться многомерным когда мы начинаем действовать руками как ремесло владеть своим тогда мышление изменяется становится многомерным тогда внутренний конфликт исчезает внутри образуется пространство и наши руки могут отдохнуть отдохнуть руки могут они могут уже не шевелиться не взаимодействовать здесь а взаимодействовать внутри меня слуга и рабочий внутри меня они уходят внутрь и начинают работать служить в моем внутреннем мире в тех событиях которых я там наблюдаю со стороны и здесь у нас появляется интересная проблема ответственности проблема взаимной ответственности за соблюдение моральных и нравственных норм и правил теперь мы уже не говорим о законе потому что понимаем насколько мы взаимосвязаны взаимозависимы друг от друга то есть мое перемещение мои поступки мои действия во внешнем мире влияет на мой внутренний мир и наоборот внутренний мир влияет на мой внешнее действие веточка развивала мы должны и сюда про это не забывать и про это не забывать поэтому даже здесь заболит веточка все дерево может заболеть потому что здесь будет препятствие или здесь будет препятствие и так далее помните я говорю вам отсутствие отсутствие барьеров у творческого человека Если барьер появляется, появляется проблема у творческого человека, да и у любого человека. Таким образом, дорогие друзья, я сегодня записал такой постскриптум к теме творческий человек, чтобы ее закончить и перейти плавно к другой теме. Я благодарю вас за внимание, желаю вам всего доброго, надеюсь вновь увидеть вас у себя на канале. До новых встреч! Продолжение следует...